Служат на русских полях ветераны. Половина тракторов и комбайнов в эксплуатации больше 10 лет. Сельхозпредприятия оснащены спецтехникой только на 70%, поэтому каждая машина работает за двоих. Нагрузка на отечественные машины по сравнению с заграничными больше в пять раз. Один российский трактор в среднем обрабатывает 250 гектаров, тогда как французский – всего 50. Такие интенсивные условия эксплуатации снижают урожайность полей вдвое. Если из-за сельхозтехники, состояния ее физического износа или морально устаревшего состояния, мы уборку урожая будем проводить не в течение 10 суток, а в течение 30 суток, то потери доходят до 50%. То есть начинаем уборку урожая, у нас прогноз урожая 25 сетнеров с гектара, а завершаем, бывает 15, а то и 12 сетнеров с гектара. Поддержать отечественного производителя призывают чиновники. На закупку российской сельхозтехники в этом году выделили около 2 миллиардов рублей. Субсидии возместят крупным фермерам до 15% кредитных переплат. Еще 15% скидку на саму технику тоже обеспечат из бюджета страны. Донским агрофирмам теперь выгодно покупать комбайны, которые сделаны в Ростовской области. Из областного бюджета компенсируется еще 20%. За 4 года это позволило приобрести нашим сельхозаграриям 888 комбайнов, порядка 90 тракторов и более 1000 единиц другой техники у различных производителей на территории региона. Официальной информации о количестве самоходной техники на полях нет. Последняя перепись зерноуборочных машин проводилась 8 лет назад. Министерство промышленности и торговли предложило пересчитать технику на ходу и поставить ее на учет в госавтоинспекции. В соответствии со стратегией развития сельхозмашиностроения, к 2020 году парк сельхозтехники должен составить не менее 600 тысяч тракторов и более 140 тысяч комбайнов. Между тем объемы производства и темпы обновления парка пока еще недостаточны. В поддержке нуждаются не только покупатели сельхозтехники, но и ее производители. Им приходится конкурировать с иностранными производителями, которые в значительной степени субсидируют государство. Конкурировать на мировом рынке отечественным тракторам помогает бюджет страны, благодаря чему российские предприятия получают возможность участия в крупнейших мировых выставках и форумах. Анастасия Кованцева, Станислав Фоменко, Андрей Токарев. Главные новости.